Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такой вариант чешской нимфы, которая, как я уже говорил, для определенных видов рыбалки, но считается более универсальной. Есть уже сведения, довольно-таки хорошо себя зарекомендовала в зимней рыбалке. Итак, учитывая то, что глубины очень большие и не всем, допустим, удобно цеплять 5-7 вот таких приманок, я изготовлю сейчас приманку, которую можно забрасывать и нахлыстом, и для больших глубин. Я взял крючок фирмы ТМС-200Р, это Тимка, номер я взял 14-й и огрузил вольфрамовым черным шариком. Как вы видите, немножко со смещенным центром тяжести изготовлено. Все материалы будут доступны. Если шарика такого нет, можно заменить свинцом, чем угодно. Давайте приступим. В качестве материала мы будем использовать синтетический материал, как я его называю, силиконовая резинка. Это вот такой, который продается в магазинах. Цвет желательно подобрать, чтобы был ближе к баклажану. В качестве хвостика, вот у меня остаются остатки вот таких перьев. Я взял щепоточку. Длина хвостика должна быть, равняться длине нашего тела. Закрепим. Вот так будет достаточно. Теперь нам необходимо в качестве сегментации добавить вот такой материал, который используется в основном для вязания лососевых мушек, но я его использую для вязания всего. Значит, если такого материала у вас нет, можно спокойно заменить на любой другой проволоку или же, допустим, леску. Это не столь принципиально. Закрепили. Теперь берем наш материал, из которого будем изготавливать тело, и также по длине, чтобы у нас совпадало. Со свинцом закрепим. Закрепим. И в натяжечку до хвостика, не нарушая форму нашей нимфы, вот так закрепим. Оставляем. Нам необходимо с вами теперь подровнять тело, чтобы не было этого перепада, создать конусность. Обмотать нашей резиночкой и просегментировать люрексы. Изготовили с вами тело, просегментировали, и я вот так сверху и строго снизу закрепил полосочку золотистого двухстороннего люрекса. Можно использовать также и вот такой обыкновенный серебряный, можно использовать пленку всевозможную, цветную, какая только у вас есть, блестящая. То есть практически здесь это уже моя фантазия. Вот такую можно использовать пленку. Значит, нам необходимо с вами будет изготовить грудку и обозначить каким-либо материалом наши лапки. Учитывая то, что мушка не очень большая и нежелательно здесь сильно ее огружать, и она у нас нагружать, вернее, разными материалами, учитывая то, что она у нас в таком исполнении должна быть, как настоящая чешская нимфа, поэтому мы будем с вами использовать в качестве лапок вот такой материал, который довольно-таки себя хорошо зарекомендовал. Грудку мы изготовим с вами из вот такого спектра даббина. Можно использовать перо павлина. Давайте изготовим грудку и обозначим наши лапки. Как обычно, я беру совсем немножечко, щепоточку нашего даббинга, наносим на нить и до первого касания. После этого я беру и скручиваю уже даббинговой нитью. Количество выберите для себя сами. Грудка должна быть пышной, но и в то же время не настолько жирной. Такое количество нам будет уже достаточно. Теперь нам необходимо с вами закрепить. Я не отрезаю, беру вот так, прямо щепоточку нашего материала, крепим его здесь же. Подравнивать все это будем потом. Удаляю теперь с другой стороны и подравняем наши лапки. Разведем их восьмерочкой вот так в сторону. Вот так. Совсем немножечко берем опять нашего даббинга блестящего. Закроем сейчас все элементы и подравняем наш чехлик. Подрезали с вами величину лапок. Если достаточно большая, можно прорядить. И как вы видите, наша нимфа, она будет идти вот в таком варианте, жалом вверх, чтобы меньше было зацепов. Имеет привлекательность со всех сторон. И снизу и сверху. Пробуйте, экспериментируйте. Вот такие три нимфочки спокойно забрасываются ультралайтом. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.